Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп» и я, её ведущая Ирина Ковалёва. Сегодня в нашем выпуске всё, как всегда, самое интересное. Яркие события, необычные находки и, конечно же, неординарные личности. Наверняка каждому из нас хотелось бы украсить свой фотоальбом или же странички в социальных сетях необычными фотографиями. В этом может помочь фотостудия «Че». Тематические фотосессии, яркие образы, дизайнерская одежда – и всё это благодаря Ольге Султановой и её неуёмной творческой энергии. Оказывается, превратить серые будни в красочную, даже немного сказочную реальность может обычная фотосессия. Хотя нет, совсем необычная. Королевский трон, волшебное зеркало, сказочное чаепитие с участием белого кролика – пока не хватает только Алисы. Той самой, что сначала попала в страну чудес, а потом и в мир за зеркалье. Зато остальные персонажи уже в образе. Среди них – жестокая красная королева, чудесная бабочка и даже сумасшедший шляпник. Без него в этой сказке никуда. «Понимаете, я сама попросила этот образ, потому что он мне подходит. То есть это безумный образ, это неординарный, сумасшедший. Я сама по себе такая. И я хотела что-то яркое, что-то такое выделяющееся». Анна Кузьменко уже не первый раз участвует в мероприятиях, которые организует фотостудия «Че». Попробовав однажды, она уже не может от этого отказаться. Ну а каким образом еще можно почувствовать себя артисткой цирка, перенестись во времена Великой Отечественной войны или, как сегодня, в сказку? «Честно говоря, это прикосновение к сказке. Я очень люблю фантазировать сама, я люблю фэнтези, все фильмы вот эти. И я очень хотела прикоснуться вот ко всему этому». Идеи всех этих необычных проектов, да и сама фотостудия принадлежит дизайнеру Ольге Султановой. Начиналось все со съемок коллекции одежды, создаваемой Олей, ну а вылилось вот в такие грандиозные тематические фотособытия. «В любом случае, это рождается от каких-то эмоций пережитых. Вот как раз Алису я посмотрела в зазеркалье фильм и поняла, что все, я всю ночь писала, какие будут образы, в чем будут одеты. Ну и, естественно, ориентируемся на пожелания клиентов наших, девочек, моделей. Потому что есть темы, которые сразу воспринимаются. Вот мама и дочки, мы две части подряд сделали, и у нас уже запись вперед на будущее. Мы еще не знаем даже дату, а уже люди записываются. Ну то есть ориентируемся, конечно, на пожелания». Именно Ольга пишет сценарии, готовит костюмы и тщательно прорабатывает каждую деталь очередного фотоэвента. Конечно, ей помогают профессиональные фотографы и визажисты, но над оформлением рабочего пространства чаще всего она работает сама. Старинные часы, игральные карты, подходящий сервиз и даже животные, которые нередко участвуют в фотосессиях – все это плоды ее творческих порывов. «Ретро-часы какие-то антикварные находились по знакомым, по друзьям. Уже все знают и не удивляются, когда я звоню ночью и говорю, а где взять колючую проволоку? Или где там какой-нибудь сервиз ретро найти?» Ну то есть знакомые уже в курсе дела, и все с удовольствием приходят на помощь, за что им большая благодарность. Подобные фотосессии устраиваются отнюдь не для профессиональных моделей. Принять в них участие может любой желающий, тем более что от вас потребуется только присутствие. Все остальное, а именно макияж, прическу и костюмы подберут вам организаторы. Самостоятельно себе сделать фотосессию – это очень дорого получается. Это и аренда студии, и аренда наряда, макияж, прическа и фотограф. И получается заоблачная сумма, которую тяжело очень потянуть. Поэтому мы и делаем вот такие вот тематические фотосессии на весь день. Как бы опытом услуги, они значительно всегда выгоднее и дешевле, и людям доступны. Подобные события уже стали доброй традицией фотостудии Че. Так что, если вы хотите поучаствовать в интересной фотосессии, следите за информацией, которая появляется в социальной сети ВКонтакте в официальной группе фотостудии. Окунуться в мир творчества можно и в художественной галереи «Переулок счастья». Сегодня, помимо выставки современного искусства питерских мастеров, о которой мы уже рассказывали в прошлой программе, там можно познакомиться с работами рязанской художницы. Творческий путь Татьяны Власовой был предопределен с детства. Ее дядя был художником, а папа всегда хотел, чтобы и дочь посвятила себя живописи. Так что после школы она поступила в художественное училище. В 70-е годы прошли ее первые выставки. В 80-е началась преподавательская деятельность. А в 90-е она отправилась на стажировку в Академию художеств имени Репина. Сегодня же Татьяна Власова – свободный художник, который посредством своих работ делится с окружающим миром всем тем, что ее вдохновляет. И поездки, и просто впечатления, и просто вокруг. Как что вижу, то пою, и как хочу, то пою. В основном это поделиться своим, поделиться впечатлениями, какими-то своими вспоминаниями, переживаниями. Желание поделиться с холстом. Но, как правило, желание поделиться с холстом, как-то оформить свои впечатления, оно – желание поделиться со зрителем. То есть это всегда рассказ. Выставка, представленная в галерее «Переулок счастья», включает в себя около 20 работ, написанных в разное время. Экспозиция носит названия «О земле мне близкой и любимой», которые отражают основную тематику представленных картин. Рязанский Кремль, Скопинская керамика – невероятные просторы нашей земли. Также здесь можно увидеть работы, посвященные Италии, в которую Татьяна Власова влюбилась буквально с первого взгляда. Дело в том, что Италия на многие годы стала мне тоже любимой землей. Я там часто довольно-таки бываю. И сейчас, кстати, она продолжает эту тему волновать. Поэтому это тоже одна из тем его творчества. Судя по представленным работам, основное предпочтение Татьяны Петровны отдает пейзажу и натюрморту. Однако, как признается сама художница, в последнее время она старается объединять эти жанры. Для меня это как раз момент как-то объединить. Я его долго нащупывала. Сейчас он потихоньку нащупывается с разными ответвлениями. Иногда чисто в пейзаж, иногда чисто в сюжет. Но вот на этой идее появилась как раз серия «Скопинские сказок», где соединился и натюрморт, и пейзаж. Также на выставке представлена графика Татьяны Власовой, посвященная судьбе русской крестьянки. Кроме того, здесь можно приобрести зонты и шелковые шарфы с репродукциями работ художницы. Если вас интересуют древние артефакты, вы увлекаетесь историей родного края и неравнодушны к археологии, то самое время посетить древнее городище Старая Рязань. Вот уже на протяжении 23 лет участники Старой Рязанской археологической экспедиции проводят раскопки на территории бывшей столицы Рязанского княжества. Кстати, в этих раскопках может принять участие любой желающий. О том, что нового и интересного успели найти археологи в этом сезоне, расскажем в следующем сюжете. Палаточный городок, полевая кухня, да и все остальные условия тоже полевые. Однако волонтеров, которые приехали в Старую Рязань, все это не пугает. С начала этого сезона в поисках древних артефактов помогали археологам сотни добровольцев, которые приезжают сюда не только из отдаленных городков России, но и из-за рубежа. Италия, Германия, Корея, Испания и многих других стран. Долгое время в Испании я искал возможность поучаствовать в подобных проектах. Я очень любил русскую историю. И когда я был ребенком, мечтал, что однажды представится случай, и я поработаю на археологических раскопках вроде этих. И когда представилась возможность, я понял, что это мой шанс, и не раздумывая отправился сюда. Этих ребят сюда приводит любовь к истории, археологии, желание прикоснуться к древним артефактам, да и просто возможность познакомиться, пообщаться. Для многих из них это увлекательное приключение, а вот для археологов – серьезная работа. Восстановить жизнь и быт наших предков в мельчайших подробностях – вот их основная задача, которой им помогают решать археологические находки. В этом сезоне, пожалуй, самым значимым из всего найденного стал комплекс бытового инвентаря XII-XIII веков, который был найден неподалеку от раскопа на Северном городище. В него входит топор, серп, пешня для колки льда, два ножа, долото, два точильных камня и три пряжки. Пока ученым непонятно, как и почему эти предметы оказались в одном комплексе. Это такая пока еще загадка, но комплекс очень интересный, и можно назвать его даже кладом, потому что они были сложены все вместе и, возможно, спрятаны. Но, конечно же, он не сравнится с теми кладами, которые… …ювелирных украшений, и вряд ли мы будем давать этому комплексу очередной номер 18 наших кладов. Но, тем не менее, этот комплекс очень интересный. В этом году на территории Старой Рязани заложено два раскопа. На одном из них археологами были обнаружены остатки оборонительных сооружений древнего города. Конечно, сами деревянные конструкции не сохранились, но изучение следов поможет восстановить весь процесс возведения этих сооружений и даже приоткрыть некоторые тайны древнерусских инженеров. Пока это плохо видно на этом участке, мы еще до дна не докопали, но на соседних участках очень хорошо прослеживалась сама конструкция стен, прослеживалась конструкция насыпи, которые снаружи были присыпаны эти стены, берма, ступенька в этой насыпи, которая обеспечивала дополнительные трудности для нападающих. И даже если нам возьмем, например, угол отсыпки этих стен и сравним его с теми нормами и стандартами, которые существуют сейчас при сооружении насыпи, строительными нормами, они совпадают один в один. То есть инженеры очень четко понимали все те физические свойства грунта, которые не меняются, но они это очень хорошо знали. И опытным путем они добивались того же, чего сейчас инженеры добиваются при помощи высоких технологий. Во второй части раскопа, которая располагается за оборонительными сооружениями, сегодня археологи изучают остатки жилых построек и кладбища конца 12-го, начала 13-го веков. Кстати, именно на нем, в ногах одного из погребенных, был обнаружен в 2013 году 17-й клад Старой Рязани, знаменитый клад ювелира. Когда в 1037 году все жители города пошли на стены защищать свой город, что-то ценное дома оставлять было опасно, тем более ювелиру, которым знали, что наверняка у него какие-то ценности в дому имеются. А лихие люди были во все времена и в любую эпоху, в любой момент они всегда присутствовали. Естественно, поэтому он спрятал все, что было ценное не дома у себя, а на кладбище. Возможно, это была могила его родственника или родственницы. И он заметил это место и спрятал все ценное туда. И положил туда, помимо этого ценного, еще и этот оберег, перуновую стрелку, которая защитила и в 13-м веке, не позволила никаким людям в то время, хотя сам он, конечно, не вернулся за этими вещами, то есть он либо погиб, и все его родственники либо оказались в плену. Но пролежал этот клад 800 лет в земле. И даже в эпоху расцвета черного копательства этот клад, который лежал не в очень большой глубине, он был защищен тем, что в 26-м году, в 20-м веке, Василий Алексеевич Городцов проводил здесь раскопки. Его раскоп прошел буквально в 3-4 метрах от места находки клада, и отвал его раскопа перекрыл это место. И таким образом не позволил вот этим вот металлоискателям прозвонить это место, и оно было хорошо защищено. По всей видимости, ученых ждет еще множество важных находок. Тем более, что в этом сезоне планируется изучение не только суши, но и дна реки в районе Старой Рязани. Старая Рязань была большим городом по меркам Средневековья. И здесь была большая чечная торговля, как мы предполагаем и как пишут летописи. Поэтому после того, как она стала развиваться, мы предполагаем, что большое количество товаров приходилось сюда по реке. Здесь должны были быть и пристани, и какие-то хранилища, типа баров. А также, скорее всего, мы рассчитываем, что найдем остатки древнерусских судов речных лодий. Именно поэтому небольшая экспедиция во главе с Сергеем и приехала сюда, не забыв прихватить с собой все необходимые для исследований приборы. В их числе гидролокатор бокового обзора, который позволяет видеть объекты, находящиеся на дне реки. Мы сделаем съемку вдоль берега, вдоль территории Старой Рязани. И дальше посмотрим, что мы увидим на дне. Если будут какие-то объекты, которые будут отвечать нашим интересам, то зимой, когда встанет лед и вода станет прозрачная, мы приедем сюда и организуем несколько майн для водолазных спусков, и будем уже их изучать впрямую. Ну а мы с нетерпением будем следить за ходом исследований и рассказывать вам о новых находках и открытиях, которые наверняка ждут нас впереди. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова